Привет, с вами Каска. В этом видео, своими ручками, попробую максимально оптимизировать Baldur's Gate 3. С помощью таких программ, как процесс Лассо, настройка приоритетов, ядер и памяти, ISLC, чтоб со временем игра не так сильно забивала оперативную память, а также другие программы и сама оптимизация винды, благодаря которым сможем слегка разгрузить наш процессор. К тому же, Лариан заявили, что к 6 сентября они добавят поддержку FSR 2.0. Рекомендую посмотреть ролик внимательно и до конца, у него много полезной инфы. Если что-то не поняли, задавайте вопросы в комментах или пишите в дискорде. Буду благодарен за большие пальцы вверх и подписку на канал. Готовьте ваши ручки, ну а мы полетели. Первое, что мы делаем, залетаем в игру, нажимаем параметры, видео и делаем настроечки графики. В предыдущих двух роликах я рассказал более подробно об этих всех функциях и так далее. Спустя уже 30 часов игры я немножко потестировал и нашел кое-какие другие параметры. Разрешение по соотношению к нашему монитору. Частота обновления, максимальное значение, видеорежим обязательно полный экран, ограничение кадров. Тут по желанию, как вертикалка, я оставлю в 144 кадра. Качество моделей. Средняя детализация. Низкое расстояние. Среднее текстуры. Средние фильтрации текстур 8Х. Детализация отдаленных движущихся объектов. Низкое. Динамические толпы. Отключаем. Качество теней. Низкое. Качество тумана. Среднее. Дель СС. Если есть поддержка, ставим на качество. Если нет, включаем АМД ФСР. И ставим ультра качество. В таком случае у нас сглаживание переходит на ТАА. Я же Дель СС или ФСР не включаю, а оставляю сглаживание на ДЛА. Затенение фонового света. Отключаем. Лучи свечения и рассеяние света снизу можете оставлять включенными. Сохраняем настроечки. Если у тебя есть большое желание поддержать автора этого канала, то есть меня, можно это сделать на моем бусте. Но без подарочков и разных фишек, плюшек я вас не оставлю. Вас ожидает специальный архивщик для бусте с твиками, реестрами и максимально жесткой оптимизацией. А также гайд по этому архиву, который я записал на более чем 30 минут. Все ссылочки будут в описании. В поисках настроили график в Baldur's Gate 3. Мы качаем архив по ссылке в описании и перекидываем папку на рабочий стол. Открываем папку оптимизация. И здесь у нас есть ISLC, процесс лассо, QuickCPU и настройка видеокарты. Если мне не доверяете, я оставлю ссылочки в описании на официальные сайты этих программок. Вот у нас QuickCPU, процесс лассо и ISLC. Я уже вижу комментарии некоторых ребят, что в моем архиве находится троян. Переходим на эту вкладочку, Detected у нас. Один из 70 файлов. И смотрим какой именно файл у нас определяется как троян. Это NVIDIA Inspector. Почему он так определяется, я думаю многие и так понимают. Можете зайти на GitHub и скачать официальный NVIDIA Inspector. Точнее не то, что официальный, его по сути нет. А от создателя NVIDIA Inspector. Закинуть его на VirusTotal и проверить на вирусы. И будет то же самое. Но NVIDIA Inspector в этом ролике это будет как больше опционально. Подойдет для настоящих слабых систем. Начнем с более простых вещей. Если игра у нас в стиме, открываем стим. В левом верхнем углу нажимаем стим. Настройки. Переходим на друзья и чат. Анимированные аватары и рамки мы отключаем. Переходим на библиотека. И здесь ставим галочку на упрощенный режим. Далее открываем библиотека. Baldur's Gate 3. Нажимаем Pkm. Свойства. Если вы играете в соло и оверлеем стима в игре не пользуетесь, тогда можете его отключить. Далее открываем мой компьютер. На любой из дисков нажимаем Pkm. Свойства. Сервис. Находим оптимизация и дефрагментация диска. Нажимаем оптимизировать. И здесь будут указаны все наши жесткие либо SSD диски. Если у нас жесткий диск, то система сама сделает дефрагментацию. И если у нас SSD, то она сделает только оптимизацию. Не пытайте эти вещи, они абсолютно разные. Выделяем все диски и нажимаем оптимизировать все. Если SSD, то занимает буквально считанные секунды. Далее находим оптимизация по расписанию. Нажимаем на включить. И галочку с выполнять по расписанию мы конечно же отключаем. И делаем оптимизацию дисков где-то раз в месяц. Для чего это делать, можете загуглить. Если искать эту информацию лень, но очень интересно узнать, что это такое оптимизация. У меня есть ролик на канале, где я все подробно рассказал. Нужно ли делать оптимизацию и зачем. Там же куча и всего остального. Если будет интересно, можете найти. Плейлист называется по-моему, что делать, как исправить. Ну а теперь очередь настала для самого интересного. Начнем с ISLC. Некоторые мне в комментариях писали, некоторые в личку. Что делать, если оперативная память каждый час-два загружается до предела. И приходится перезаходить в игру, чтобы ее сбросить. Есть еще другой твик, который это исправляет, но мы воспользуемся именно ISLC. Нажимаем два раза LKM. Да. Нас интересует вкладка Free Memory. Если у нас 16 ГБ оперативной памяти, тогда пишем 8192. Если у нас 8 ГБ оперативы, делим это число на 2. Таймер Resolution. Пишем 0.50. Ставим галочку на Enable Custom. Rate MS 500. И нажимаем Start. Для того, чтобы не делать настройки каждый раз по новой, можем поставить галочки на Start ISLC и Launch ISLC. Я обычно так не делаю, а перед запуском игры прописываю все заново. Нажимаю Start и иду играть. Как поиграли, вышли. Нажимаем просто Stop. Открываем Quick CPU. Два раза LKM. Next. Ставим галочку. Next. Next. И Install. Да. Нажимаем Finish. Да. У нас запускается Quick CPU. Мы находим System Power Plan. Если вы смотрели предыдущий ролик и активировали команду максимальной производительности, тогда выбираем здесь максимальная производительность. Ставим все на 100% и нажимаем Apply. Иногда, в некоторых ситуациях, Turbo Boost работает от 90 до 99. Не знаю, мне просто скидывали пацаны скриншоты, что на 100% оно работает как-то не так. Когда ставишь 97-98, то он будто бы начинает работать. Я думаю, это все-таки больше исключение из правил, но тем не менее, чтобы вы просто знали. Это делаем перед каждым входом в игру. Открываем процесс LASSO и делаем ее установку. Окей. Принимаю. Далее. Диск C. Установить. У нас запускается сразу же процесс LASSO. И здесь нас интересует, по сути, парочку настроек. Нажимаем главное. Активный профиль питания. Выбираем максимальная производительность. Я тестил. В моем случае разницы вообще никакой нет. Что максималка, что битцам. Но, возможно, у вас будет по-другому. Поэтому, если вы поставите в процесс LASSO битцам хай перфоманс, тогда и в Quick CPU тоже выбирайте битцам хай перфоманс. Галочку на использовать пробаланс оставляем. Смарт рим тут по желанию. И ставим галочку на включен производительный режим. Нажимаем настройки. Общая. Частота проверки процессов. Ставим на 10 секунд. То же самое настройки общая. И интервал обновления тоже ставим 10 секунд. Сортируем по центральному процессору. Залетаем в игру. И здесь у нас будет Baldur's Gate.exe. В зависимости, через что вы запустили. Через DX либо Vulkan. Если DX, то будет Baldur's Gate.DX11.exe. Представим, что это у нас Baldur's Gate.exe. Нажимаем PKM. Приоритет CP. Текущий. И ставим высокий. Заходим в игру. Бегаем и проверяем. Если начались фризы, то ставим выше среднего. Если ничего не изменилось, то возвращаем на нормальный. Если на высоком у нас все идет хорошо. Мы снова открываем приоритет CP. Всегда. И ставим уже высокий. То есть сделали один раз настройку. Она сохранилась. И больше заходить в процесс лассо и что-то тут настраивать не нужно. Далее. Тоже PKM на Baldur's Gate. Соответствие CP. Текущий. И нам нужно убедиться, что все галочки на наших процессорах стоят. Включенными. Так же самое. Если у вас процессор от AMD, можете отключить SMT. На интеле это называется, по-моему, гипертрейдинг. Отключаем SMT. Залетаем в игру. Бегаем. Смотрим. В некоторых играх виртуальные ядра, наоборот, негативно влияют на производительность игры. Пример я уже показывал на игре Spider-Man. Без SMT в моем случае игрушка работала лучше. Приоритет ввода-вывода. Здесь, по сути, по желанию, можете поставить на высокий. Если все будет хорошо, ставите всегда и высокий. Приоритет памяти. Текущий. И убеждаемся, чтобы галочка стояла у нас на нормальный. Это же касается и всегда тоже. План питания. Ставим максимальная производительность. Если выбрали Bitsam High Performance, то выбираем Bitsam High Performance. И последняя вкладочка это включение производительного режима. Все. После этого мы сделали один раз настроечку. И больше процесс лассо мы не запускаем. Точнее, не запускаем, но не заходим и не делаем все это по новой. Если тебе интересно узнать более подробнее об этой программе процесс лассо. Как ее можно настроить под себя. Допустим, у нас тут есть что? Какие-то лишние программы. Да, мы запускаем игру. У нас там есть Java. Она кушает приоритет на нормальный. Мы можем сделать следующее. Нажать PPM. Приоритет CP. Текущий. И поставить, допустим, ниже нормального. Это же касается и памяти. Тоже ставим на средний, либо низкий. То же самое делаем с Discord. С музыкой. Если вы играете с музыкой, ну допустим, я не знаю. И всеми другими подобными программами. Более подробно я рассказал у себя в ролике на канале. По настройке процесс лассо. Если будет интересно, ссылочка будет в описании и где-то в правом верхнем углу. Открываем настройка. Видеокарты. Здесь у нас есть настройки. По сути, те же самые, что и с прошлого ролика. Но в Nvidia есть кое-что интересное. Это Nvidia Inspector. Его используем опционально. И только для слабых систем. У кого слабая видеокарта. Иначе, ну смысл вам портить себе картинку. Мы запускаем Nvidia Inspector. Пишем Baldur's Gate 3. И делаем настройки так, как указано здесь на картинках. Но с этим мы можем немножко повременить. Есть более интересная вкладочка. Называется Anti-Aliasing. Здесь мы находим Super Sampling. Выбираем Replay Mod All. Опускаемся чутка вниз. И находим LotBias DX и LotBias OGL. С Vulkan, скорее всего, эта фишка не будет работать. Но в любом случае, я тестировал на двух системах. И DirtX показал себя в разы лучше, чем Vulkan. Во-первых, на 10 FPS больше. Во-вторых, более стабильно идет игра. С Vulkan у меня были фризы где-то раз в 30 минут. На DX я такого вообще не заметил. LotBias DX находим. И ставим поначалу плюс 1.0. Далее LotBias OGL тоже. Плюс 1.0. Поставили и нажимаем Apply Changes. Залетаем в игру. Смотрим на картинку. Смотрим на FPS. Если все устраивает, так и оставляем. Если нет, можем, наоборот, сделать чутка меньше. Допустим, картинка слишком мыльная стала. Можем сделать чутка меньше. Либо, если картинка не сильно поменялась, можем поставить чутка больше. Чем выше значение, тем мыльнее становится картинка. Если нужно будет сбросить все эти настройки, просто нажимаем вот сюда. Это Restore Profile NVIDIA Defaults. Все. И у нас все практически сразу сбрасывается. И нажимаем Apply Changes. Открываем мой компьютер. Компьютер. Свойства системы. Доп-параметры системы. Вкладка быстродействия. Параметры. Ставим галочку на обеспечить наилучшее быстродействие. И ставим галочку на сглаживание неровностей экранных шрифтов. Чтоб шрифты у нас были более-менее нормальные. И нажимаем применить. Переходим на дополнительно. Виртуальная память. Нажимаем изменить. Убираем галочку с автоматически выбирать объем файла подкачки. Выбираем диск C и ставим галочку на размер по выбору системы. Нажимаем задать. Окей. И после всех настроек сделайте перезагрузку вашей системы. Так, дисдек. Кто мне, кстати, указал файл подкачки? Это вот на самом деле интересно. Ладно, не зря зашел я в виртуальную память. Окей. Вот у вас будет такая вот вкладочка. И нажимаем перезагрузить позже. Нажимаем Pkm на пуск. Параметры. Конфиденциальность. Опускаемся слегка вниз. Находим камера. Если вы используете вебку, тогда оставляйте включенным. Если нет, тогда отключаем. Микрофон. Скорее всего есть, поэтому оставляем включенным. Голосовая активация. Отключаем. Уведомления. Отключаем. Сведения отчетной записи. Отключаем. Контакты. Отключаем. Календарь. Тоже отключаем. Телефонные звонки. Вызовы. Почта. Задачи. Обмен сообщениями. Радио. И диагностика приложений. Все это спокойненько отключаем. Переходим на фоновые приложения. Я это уже говорил в предыдущем ролике. Еще раз повторюсь. Нажимаем галочку и отключаем все фоновые приложения. Нажимаем поиск. Пишем. Центр. Обновление винды. Нажимаем проверить наличие обновлений. Если будут доступны обновления, они скорее всего будут. Особенно если вы не проверяли свою систему где-то полгода. Все это качаете. Делайте установку и перезагружаете свою систему. После этого нажимаем поиск. Пишем. Службы. Опускаемся в самый низ и находим центр обновления Windows. Тип запуска ставим отключена. Применить. Ну и тут скорее всего будет написано остановить. То есть мы ее останавливаем. Если нужно будет обновить какие-то приложения через Microsoft Store. Либо само винду. Нажимаем вручную. Применить и запустить. Заходите. Обновляете винду. Перезагружаете ПК. И снова отключаете всю эту билиберду. Если вы играете с друзьями в дискорде. Кстати. У меня есть сервер в дискорде. Если будет желание поиграть в любую игру по сути. Либо какие-то вопросы. Ссылочка будет в описании. Подключайтесь. Нас же интересуют настройки пользователя. Переходим на расширенные. Здесь находим аппаратное ускорение. И ее отключаем. Нажимаем ОК. Ну и кстати еще одна фишка. Возможно в будущем ее пофиксят. Во-первых. Как я говорил ранее. Мы игру запускаем не через Vulcan. А через DirectX 11. В моем случае на плюс-минус 10 кадров больше. И более стабильная производительность. Во-вторых. Когда запускаем игру. После этого не забываем закрыть лаунчер. Я читал комментарии под западными роликами. И чуваки писали что. Лаунчер забирает примерно 10-15 кадров. Как это выглядит. Нажимаем играть. И просто закрываем лаунчер.